здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать в новом сезоне марафона арс лунга клуб меня зовут ирина савенко если кто-то меня видит впервые должна представиться спасибо присоединяющимся очень приятно что в такой день в москве он очень солнечный очень теплый а вы нашли время для того чтобы насладиться искусством большое вам спасибо я наверное не буду долго ждать потому что очень многие смотрят в прямом и не в прямом эфире простите в записи приветствую всех кто что кто смотрит в записи и давайте мы с вами сразу же начнем с нашей интересной темы я хотела бы вам сегодня рассказать вот об этом сюжете если посмотреть на эту картину она нас поражает своей экспрессии красками эмоциями прямо вот самого начала ну что на ней происходит нам трудно понять это сюжет который я выбрала для сегодняшнего эфира абсолютно не случайно он очень важен в нашей христианской религии и это жертвоприношение авраама это сюжет из ветхого завета мы с вами конечно же помним что ветхий завет это те книги библейские которые описывают бытие до рождения иисуса христа а после рождения иисуса христа это у нас новый завет и вот перед нами очень важный сюжет из ветхого завета и именно поэтому он так часто использовался в живописи и мне кажется мы с вами сегодня вот его обсудим мы с вами сегодня о нем хорошо поговорим подробно и вы всегда сможете идя в музей глядя налево направо на прекрасные картины и вдруг увидеть издалека искать вот вот это это жертвоприношение авраама потому что к нему очень-очень очень-очень многие художники обращались причем начиная от титанов начиная вот самых самых знаменитых художников и заканчивая там начинающими можно так сказать я выключу комментарии а в конце обязательно их включу и мы с вами поделимся впечатлениями если у нас с вами останется время позадаем вопросы а если нет не волнуйтесь всегда можно написать мне в директ или вопрос в комментариях под этим эфиром но прежде чем мы начнем с вами говорить об этом сюжете я хотела бы задать некую интригу сегодняшнему эфиру начать с того что рассказать вам о невероятном конкурсе который проходил на стыке 14 и 15 веков во флоренции и почему я выбрала именно этот сюжет потому что он и явился как раз предметом этого конкурса вообще хочу вам сказать вот перед нами как раз одно из известнейших зданий во флоренции и все кто бывали в флоренции а даже и кто видел флоренцию по телевизору хотя бы один единственный раз хотя бы мельком но это здание захватывается потому что находится в самом центре рядом с самым знаменитым собором флорентийском санта мария дольфиора и называется бог стари сан джованни это здание очень-очень любима флорентийцами она имеет глубокие корни одно стоит на том самом месте где во флоренции был создан первый еще языческий храм то есть когда на эти земли которые были еще пустыми пришли легионеры цезаря который давал своим солдатам по истечении 25-летней службы он давал им земли и пенсию и они в одном из походов при облюбовав это место пришли сюда и начали строить город они построили первый храм языческий храм посвятили его конечно же богу марса коль скоро бог войны бог марса и именно на этом месте был построен спустя несколько веков первый христианский храм и уже в одиннадцатом веке была создана та постройка которую мы с вами видим то есть такие прям вот давние-давние исторические корни поэтому флорентийцы это здание обожают но я уже не говорю о том что это боптистерия это крещальня по-русски и тут крестились известнейшие флорентийские деятели искусств политические деятели меценаты и так далее так далее так вот в конце 14 века флоренция была в очень приподнятом настроении в таком можно сказать боевом настроении и этому были свои причины ну во первых военные победы флоренции в конце 14 века они показывали то что республиканский строй который царил в этом городе тире государстве но это было именно республика и кстати далеко не во всех городах тире государствах на италийском полуострове была республика а вот во флоренции как раз царил республиканский строй флорентийцы очень гордились этим они считали что это наследие еще римской республики и вот коль скоро они так хорошо развивались и в конец 14 века как раз это показал развивались во всех направлениях тут и военные победы и экономические успехи и всякие другие политические моменты потому что флоренция как раз к этому моменту становится одним из ведущих городов тире государств на италийском полуострове который становится одним из пяти сильнейших представьте себе наряду с такими как рим венеция неаполь ну и конечно вот вам и повод для гордости и также и для радости вторым моментом это явилось явился тот как что а волгары язык на котором говорили флорентийцы а мы с вами наверное помним о том что коль скоро италийский полуостров был раздроблен на разные города государства то и языки отличались конечно же в разных местностях время например говорили на латыни а вот во флоренции говорили на волгары и вот в этот момент как раз волгары начинает сближаться с латинским языком благодаря таким трудам и трудам таких великих людей как петрарко бакача данте конечно и это безусловно была победа флорентийцев ну и третье момент невероятно важный безусловно это недавняя эпидемия чумы то есть последние годы 14 века во флоренцию опять пришла чума в середине 14 века чума бушевала по всей европе и по разным подсчетам она унесла от четверти до половины населения европы и вот в конце что только эпидемия погасла только люди начали жизнь своей обычной нормальной жизнью и вдруг вот последние годы 14 века она опять приходит во флоренцию и не по непонятным причинам ушла не принеся так много жертв конечно же флорентийцы были счастливы и они решили ознаменовать вот переход от 14 к 15 веку каким-то очень очень важным произведением искусств и для этого они решили сделать выбрали для этого свой любимый боб тестерий и решили сделать нечто похожее на те ворота которые мы с вами видим я написала врата потому что да действительно иногда их называют врата эти врата создал андреа пизана в начале 14 века южные врата и вот флорентийцы решили что такие же врата они хотят видеть с другой стороны боб тестерии то есть северные врата но кто будет кто будет делать такой важный заказ на исполнение такого важного заказа сложно очень пригласить мастеров и они решают объявить конкурс ну конечно же республика демократия безусловно они очень гордятся этим и проводят различные конкурсы и так попечители боб тестерия объявляют конкурс и дают невероятные условия то есть они потребовали чтобы был сделан вот мы с вами здесь видим 28 пластин на этих воротах они дали задание нужно было выполнить одну такую пластину из бронзы но определили совершенно точно сюжет это был сюжет конечно же вы уже сами догадались жертвоприношение авраама и по этому сюжету разные конкурс конкурсанты должны были изготовить одну точно такую же бронзовую панель давалось полтора года на исполнение этого заказа плюс денежное содержание плюс оплачивалась сама бронза другие какие-то расходы для мастеров которые будут этим вопросом заниматься ну то есть мы с вами понимаем что условия конкурса как бы мы с вами сейчас сказали шоколадные и конечно претендентов было достаточно много целых семь но кто заинтересуется этим сюжетом и вы начнете может быть сами в интернете искать информацию вероятнее всего что вы увидите цифру 3 что конкурсантов было трое ну знаете в какой-то мере я с этим соглашусь потому что было трое существенных трое основных так скажем кандидатов на первое призовое место ну давайте мы с вами посмотрим кто же это были кто же они такие ну вот начнем мы с вами с лоренцо гиберти и на тот период времени этого мастера мало кто знал ему едва исполнилось 20 лет там 20 с одной копейкой было было в этот период времени вообще он был ювелири у него вот таких скульптурных или там рельефных работ практически на тот момент времени не было но ювелирное образование ему очень очень здесь понадобится как мы с вами сумеем убедиться а вот следующий претендент это филиппо бронелески они почти ровесники с гиберти между ними там какой-то год буквально и он тоже на тот период времени неизвестный мастер и вы удивитесь но он тоже ювелир вот такое можно сказать совпадение или наоборот закономерность и третьим претендентом на которого нам с вами стоит обратить внимание но кстати друзья если кто-то очень глубоко интересуется истории истории искус вы можете написать мне впоследствии директ я вам всех участников перечислил если кому то это будет интересно ну а я вам все-таки основных называю потому что я хотела бы чтобы вы их запомнили и вот третий претендент якобы дала кверча и это уже был зрелый мастер он представлял очень серьезную угрозу двум предыдущим можно сказать еще юнцам я вам хочу показать буквально одну его работу чтобы вы убедились в том что мои слова не пустой звук вот перед нами с вами барельеф фонтана радости в сиене якобы дала кверчи как раз его исполнил но на мой взгляд эта работа не требует никаких похвал или восхищенных возгласов она полностью говорит сама здесь за себя скульптурный барельеф здесь буквально как живой сама дева мария не невероятные детишки у нее на руках такие что и хочется у нее взять это же тоже подержать вот такой серьезный конкурент но мы с вами наверное будем честны и так как ограниченного времени мы будем с вами говорить о двух претендентах которые я перечислила первые и вот я вам показываю фрагмент южных врат простите здесь написано никола пизан видимо видимо когда я делала презентацию просто никола пизан не выходил у меня из головы это предок андреа пизана да действительно они за одной семьи и никола пизана тоже величайший мастер но это простите мне эту ошибку эти ворота создал андреа пизана вот я вам хотела показать поближе одну из пластин которые выполнены андреа пизана чтобы вы обратили внимание на то в какой форме и в какой манере она выполнена и задание это было очень непростое у наших конкурсантов они должны были не повторить авторить тому что уже сделано вот эта сложная геометрическая форма которую мы с вами видим в которую рельеф вписан она называется квадрифолия это еще готическая форма она была обязательно к исполнению ну а мы с вами сейчас уже перейдем к самому сюжету потому что я очень хочу вас попросить несколько минут вашего внимания потому что это невероятно важно мы с вами ненадолго отвлечемся от произведений искусства но все-таки глядя на работу и я не случайно поставила работу протерея протерея олега стеняева я чуть чуть позже объясню почему именно ее я поставила на тот самый момент когда я вам зачитаю из библии строки говорящие о том что здесь происходит потому что без этого нам с вами непонятно один человек замахивается ножом на другого какая-то странная ситуация этот человек вообще связан второй ангел летит с неба что же здесь в конце концов происходит я вам зачитаю из библии и немножечко поясню бог искушал авраама авраам это один из первых пророков очень важный человек конечно же в истории и очень важная религиозная персона и мы с нами с вами знаем или я напомню о том что у авраама с его женой сарой не было детей и авраам молил всю жизнь вместе сарой бога о том чтобы у них родился ребенок и вот наконец когда аврааму было 100 лет а его жене саре 90 у них родился первый ребенок исаак но потом будет еще один кстати и очень важно то что авраам являлся пророком то есть он знал наперед некоторые вещи он был и человек и человек пророк и они саре знали о том что у них будет ребенок исаак но не просто ребенок исаак а очень важный в истории человечества ребенок от которого от исаака и произойдет тот самый род в котором родится иисус христос то есть вы представьте что авраам это прародитель иисуса христа исаак его сын которого второго мы видим здесь на этой работе это тоже прародитель иисуса христа вот такие это наиважнейшие писту персоны в истории человечества бог искушал авраама и сказал ему авраам он сказал вот я бог сказал возьми сына твоего единственного твоего которого ты любишь авраам еще не понимает у него двое детей и он обоих любит дальше идет усиление исаака и пойди в землю моря и там принеси его вовсе сожжение на одну из гор о которой я скажу тебе вот авраам ничего не понял из этого потому что коль скоро он растит исаака который будет прародителем иисуса христа как можно его убить что такое предлагает ему господь но вера авраама столь нерушима что он не хочет даже рассуждать он боится рассуждать если он будет рассуждать он может ослушаться господа бога поэтому он решает действовать незамедлительно и он решает решительно действовать мир опять же не вдаваясь а просто повинуясь воле христа что такое земли моря море это самая гора на которой соломон построил первый иерусалимский храм а после этого будет там построен еще второй иерусалимский храм то есть по сути земли моря это и есть иерусалим а в середине города есть и гора это и есть гора моря авраам стал рано утром оседлала осла своего взял с собой двух из отроков своих и исаака сына своего наколол дров для всесожжения и встав пошел на место о котором сказал ему бог каких отроков он с собой взял не совсем понятно но в те времена отроками называли любых молодых людей и не очень молодых но которые еще не успели жениться и у которых еще не было детей поэтому здесь говорится всего-навсего о слугах авраама он взял двоих слуг исаака наколол дров для всесожжения то есть вы представьте авраам не оставляет себе путей для отступления ни малейших так бы он мог бы понадеяться на то что он придет на гору моря а там дров не окажется или они сырые будут или еще что-то и он скажет вот господь видишь я хотел исполнить твою волю ну вот тут незадача такая у меня не получилось ничего подобного он все готовит заранее он тверд в своем намерении исполнить волю божью на третий день авраам возвел отчество это стал молиться и увидел то место издалека на третий день описать по писанию туда идти было всего день хода ну то есть ноги у него не шли он выполняет волю божью но настолько тяжело ему как человеку это дается что просто невероятно и вот они дошли до этого места и авраам сказал отроком своим останьтесь вы здесь с ослом а мы с сыном пойдем туда поклонимся и возвратимся к вам он так говорит и не сам не знает почему он так говорит с одной стороны для того чтобы успокоить слуг что они туда идут ведь понятно что для всесожжения у него дрова с собой но чтобы слуги не начали паниковать он говорит что мы пойдем поклонимся и вернемся к вам то есть как человек он не понимает как это произойдет но как пророк он произносит то что будет происходить на самом деле и взял авраам дрова для всесожжение и возложил на исака кстати саку 37 лет на этот момент времени на исака и взяв в руки огонь и нож и пошли оба вместе и и начал исак говорить аврааму отцу своему то есть исак понимает что происходит все понимает и говорит ему отец мой он отвечал вот я сын мой он сказал вот огонь вот дрова где же агнец для всесожжения авраам сказал бог усмотрит себе агнца для всесожжения сын мой и опять авраам произносит пророческие слова сам того даже не подозревая и шли далее оба вместе и вот здесь я хочу отметить то что посмотрите гора это символ возвышенного почему вот он еще слуг и росла оставил внизу потому что на эту гору не каждый человек не каждое существо вообще может подняться в принципе туда поднимаются только просветленные люди а слуги на ровне с ослом они не достигли того уровня просветления и не могут даже присутствовать при этом авраам с исааком находятся на одном уровне просветления потому что исаак понимая то что происходит не противится отцу послушание родителям это самое самое основное ну одно из основных правил религиозных которым должны следовать люди это с одной стороны а с другой стороны погибнуть во имя христа это правое дело и он в общем-то абсолютно готов на это и в этом состоит его просветленность он на одном уровне находится с авраамом и именно благодаря своему послушанию и пришли на место о котором сказал ему бог и устроил там авраам жертвенник разложил дрова связал сына своего исаака хотя в принципе не надо это было но на всякий случай возложил его на жертвенник поверх дров он связывает исаака и что мы видим в книге быть бытия люди клянутся страхом исаака там сказано иаков поклялся страхом отца своего исаака то есть исаак очень боится очень боится но он не смерти а он боится случайно инстинктивно ослушаться отца начать ему боится начать сопротивляться сам того не желая этого и здесь очень очень важная заложена еще мысль потому что в образе исаака происходит жертвоприношение всего еврейского народа и что очень важно и естественно по сути включая по плоти и господа нашего иисуса христа и что очень важно что после того как этот сюжет произошел как это произошло евреи перестали приносить человеческие жертвы несмотря на то что рядом живущие их племена и народности простите неправильно сказала они продолжали это делать еще очень долгое время вот настолько это важный сюжет и простил авраам руку свою и взял нож чтобы заколоть сына своего но ангел господень возвал к нему к нему с неба и сказал авраам авраам он сказал вот я ангел сказал не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего ибо теперь я знаю что боишься ты бога и не пожалел сына своего единственного своего для меня и возвел авраам очи к небу но молиться стал и увидел вот позади овен запутавшийся в чаще рогами своими авраам пошел взял овна и принес его во всесожжение вместо исака сына своего и нарек авраам имя место место тому и егова и ре это очень важно и это в переводе означает господь усмотрит и смысл этого всего сводится к тому что господь усмотрит агнца агнца себе и это говорит о том что господь бог остановил авраама а сам усмотрит агнца себе то есть он своего сына иисуса христа отдаст на жертву во имя всего человечества и что интересно то что иисуса христа распятие будет установлено не в этом месте не в евросалиме а за его пределами как раз на том месте где остались слуги вместе со слегом потому что иисус христос погиб за грешных за тех кто не достиг просветления поэтому на том самом месте ну а теперь понимая о чем идет речь очень хорошо понимаем и с вами посмотрим что же сделали какие работы сделали гиберти и брунеллески обе работы очень хороши я хочу вам их немножечко покрупнее показать и мы с вами каждую в отдельности рассмотрим вот перед нами начнем с работы брунеллески что же здесь мы с вами увидим именно этот сюжет но смотрите что здесь интересного члены комиссии сделали очень сложное задание своим конкурсантам состояло оно в том что эта работа должна была каждая из этих работ должна была включать все семь персонажей до этого самого момента никогда этот сюжет не изображался воедино слуги с осликом изображались отдельно которые ждут пока авраам сходит с исаком на эту гору а уже жертвоприношение изображалась отдельно потому что это абсолютно разные сюжеты слуги с осликом это бытовая сцена а что касается самого жертвоприношения это геройская сцена и вот представьте себе что конкурсная комиссия дала им задание конкурсантам объединить эти два сюжета сложная задача здесь нужно объединить и многих людей и одетых здесь нужно показать и элементы природы и животных и все это вписать в одну в одну сложную очень геометрическую фигуру кавдрифоли а еще также было задание от конкурсной комиссии обратиться к античности потому что в четырнадцатом веке уже процветало движение гуманистов которые начали пропагандировать античные работы античных авторов как литературу так и философию античные труды и в тоже и поэты и обратились литераторы обратились к этим к этой теме и вот наконец-то дошло делать до других уже изобразительных видов искусства и вот буквально этот конкурс еще был очень важный для потому что здесь впервые наверное мы так вот и четко очень увидим в изобразительном искусстве отсылка античности по заданию конкурсной комиссии как исполнил эту работу бронелески давайте с вами немножечко внимательнее и рассмотрим вот у нас с вами внизу она разбита как бы на три яруса нижний ярус представляет из собой ту самую бытовую сценку двое слуг и ослик дальше смотрим средний ряд средний ярус и здесь у нас с вами просветленные люди и животные потому что только просветленное опять же животное может быть принесено в жертву не каждая здесь у нас авраам исаак и соответственно и дненок и вверху у нас с вами ангел представляет божественное то есть такие градации и по смыслу в том числе происходит дальше мы с вами здесь можем если говорить о композиции то есть она поделена на три части а еще мы сможем с вами выделить четкую горизонталь по центру и вертикаль вот если мы проведем вертикаль то мы с вами увидим что самая кульминация которая здесь происходит в этой работе это то самое место где находится нож авраама который он уже вонзил в горло своего сына и это та рука которая от отгибает эту голову то есть самый такой жуткий кому кульминационный момент он находится четко по центру этой работы по вертикали а по горизонтали у нас с вами как раз находится жертвенник и стоит овечка но несмотря на то что мы вот такие композиционные какие-то такие четкие смыслы здесь наблюдаем но все-таки какое-то у нас создается впечатление но я не могу сказать слова хаоса но будет очень грубым и неприменимым здесь но тем не менее какие-то отголоски этого они в этой работе звучат кажется что как будто брунеллески поставил себе целью заполнить пункт года квадрифолий фигурами вот например ангел у нас в левом верхнем углу а ему в противовес стоит дерево но это дерево на вершине она такого сильного композиционного кроме композиционного смысла никакого не несет а выполнена как отдельная фигура она не то что там элемент леса или там еще каких-то деталей нет она прям как отдельную фигуру изображена явно вот противовес этой то есть такая какая-то хаотичность но у брунеллески просто взрыв эмоций и я честно сказать не видела больше ни одной работы в которой авраам вонзил нож высака на всех работах которые вы будете смотреть если вы найдете какое-то исключение буду благодарна если вы меня об этом напишите пришлете потому что ну честное слово мне не попадалось авраам уже проткнул шею исака он нанес уже решающий удар но осталось только вот буквально одно движение провести и все и ребенка не будет именно в этот момент ангел буквально камнем слетает с неба и хватает его за руку в последнюю секунду что называется останавливает это движение как буря эмоций происходит просто экспрессия движений и мне кажется что прям вот из этого кульминационного центра фигуры разлетаются в разные стороны от этой экспрессии и обратите внимание что они даже не поместились в этот квадрифолий вы посмотрите слуги они у него волной взрыва вынесены за пределы квадрифолия и забегая вперед просто боюсь рука от эмоций забуду вам потом сказать это было как у конкурсной комиссии отмечено как недостаток в этой работе что вот бронеллески он нарушил это условие вписать все таки поместить в квадрифолий все эти фигуры ну а мы с вами должны перейти к другой работе и посмотреть как же как же справился с этим заданием лоренцо гиберти абсолютно другой как бы мы с вами сказали расклад мы здесь видим здесь достаточно спокойная композиция но очень лаконичная гармонично исполненная в как мире в композиционном плане вот посмотрите как линии все друг с другом сочетаются гора делит этот квадрифолий эту пластину на две части и дальше фигуры разбиты по группам очень лаконично разбиты и вот пожалуйста вам слуги мирно беседующие ослика сзади это одна такая мирная группа а вверху уже другая группа и вот посмотрите как здесь решает вопрос гиберти у него ангел абсолютно спокойно парящий в небе такой малоэмоциональный ну потому что и аврам то здесь не спешит верно и и вверху находится у него барашек то есть у него как бы гармонично эти фигуры все друг другу соответствует и нет вот такого как у бронелески ощущение что они прям вот разбросаны по поверхности здесь все подчинено единству линий и такому единству поверхности и а вы смотрите несмотря на то что фигуры кажутся достаточно спокойными но с каким ювелирным мастерством они выполнены так же как у бронелески кстати и на обе эти работы глядя мы можем вполне с вами сказать о том что они выполнены с ювелирным мастерством вот как раз и первое образование этих юношей она здесь очень сильно сказывается поэтому не будет преувеличением эта фраза для этих работ но мы с вами еще немножечко вернемся бронелески потому что я вам там не рассказала еще об одном элементе как они обратились к античности вот в какой такой момент что здесь важно посмотрите у лоренцо гиберти отсыл к античности в самой фигуре исаака он здесь конечно связан у него руки за спиной связаны и стоит он на коленях на жертвеннике но при этом как он горделиво стоит мы вообще в нем здесь страха не видим то есть по сути лоренцо гиберти нарушает некую ну скажем так текстовую привязанность к оригиналу но это очень очень важная деталь потому что мы с вами находимся в тот самый момент это начало 15 века этот самый момент отделяет интернациональную готику от эпохи возрождения от эпохи раннего возрождения итальянского да конечно точных дат никаких нет но на наших глазах с вами сиюминутно это происходит то есть искусство она обращает свой взгляд на именно внутренний мир человека человек становится очень важным его ощущения выходят на первый план его мысли человек становится во главе всего изображаемого и его внутренний мир как мы уже с вами сказали он превалирует над всем изображаемым и вот эта фигура лоренцо гиберти она как будто бы предтеча от этого своевольного духа эпохи возрождения но это с одной стороны но с другой стороны конечно же она прославляет независимость флорентийцев как раз их революционный так сказать настрой вот эту их гордость своей республикой мы здесь видим в этой фигуре но и это и есть отсылка античности потому что как раз в уже в эллинистический период древние греки они очень именно сильно очень обращали внимание вот на внутренний внутренний мир человека и вот это геройские эпос можно так сказать у них в работах очень часто использовался ну и тот жертвенник на котором стоит исаак он полностью скопирован с одного из античных памятников на минуту мы с вами вернемся к работе брунелески и посмотрим где же у брунелески была отсылка античности вот вот она и работа брунелески и здесь посмотрите у самого авраама у него голова она похожа на то как ранее изображались изображался бог зевс такая зевсоподобная голова это с одной стороны а с другой стороны я хотела бы чтобы вы обратили внимание на одного из слуг который вынимает себе занозу из ноги и я вам покажу одну из скульптур которая находится хранится в риме до сих пор это вот мальчик римская статуя мальчик вынимающий занозу но здесь уже прям вот явная идет такая интерпретация этой скульптуры и кстати это говорят но нет нет письменных доказательств этому но исследователи считают что это римская копия греческого оригинала а якобы оригинал был еще прекраснее чем эта скульптура и она была больше по размеру и приписывается очень известному скульптуру третьего века до нашей эры лисипу вот такой отсылка античности что очень очень важно ну и буквально мы на одну секунду еще раз полюбуемся этими двумя работами я хочу чтобы вы их сравнили для себя и я вас очень поварошу написать комментарий к этому эфиру и сказать за кого вы бы проголосовали мы же с вами вот говорим о двух лидерах которые о двух молодых людях которые победили даже якобы дала кверчи и конечно состязание шло между ними это состязание было просто невероятно невероятных талантов которые впоследствии оба оставили огромный след в истории искусств какой работе отдали бы предпочтение вы и почему но я вам скажу что как отреагировали члены комиссии а члены комиссии тоже растерялись так и мы с вами обе работы хороши кому что-то отдать приоритет и они поступили весьма весьма мудро они решили что оба эти автора должны работать на равных так и было записано в итогах подведения конкурса но так как это было состязание не только талантов а еще и состязание характеров оба оба эти юноши обладали очень серьезным скажем так характером брунелевский первый отказался он сказал я не буду работать с гиберти не буду и все и развернулся взял своего друга донателло и они уехали в рим изучать античность и большое спасибо и ему что он так поступил потому что многими произведениями искусств рождению многих произведений искусств мы обязаны брунелески и тому как сложилась его судьба а лоренцо гиберти впоследствии в своем в своей автобиографии будет писать что победа безоговорочно досталось ему что он выиграл этот конкурс единолично единоправно может быть и вот я вам покажу северные врата которые у него получились у лоренцо гиберти но по иронии судьбы то работа который мы с вами рассматривали она вот в этих вратах не не состоит она не явилась составной частью потому что пока суть дела пока длился конкурс пока подводились итоги и уже по попечители этого баптистерия они передумали делать здесь сюжеты располагать здесь сюжеты ветхого завета и здесь были расположены сюжеты из нового завета лоренцо гиберти трудился над этими воротами 26 лет и они были столь прекрасны столь невероятно точно выполнены и соответствовали как как воротам андрея пизана который мы с вами посмотрели вот я вам специально показа поставила одну из пластин андрея пизана и одну из пластин готовых уже ворот лоренцо гиберти вот вы можете сравнить насколько все-таки композиционно насколько лоренцо гиберти удалось исследовать андрея пизанной заданной заданной стилистики скажем так и в то же время насколько он уже усовершенствовал и усложнил композицию ну конечно уход в ход что касается художественной части то я вам здесь свое мнение выскажу мне кажется что андрея пизана все-таки настолько хорош что в художественной части он может состязаться со своими последователями на равных что называется но дело в том что а этими воротами остались довольны не только жители города не только там сам сам лоренцо гиберти но и попечители этого собора заказчики скажем так и вот те ворота которые мы с вами видим третьи ворота были исполнены лоренцо гиберти без всякого конкурса он получил этот заказ и они восхитительны это уже такое зрелое произведение этого мастера над этими воротами он работал тоже еще очередные 25 лет и они абсолютно отличаются как вы видите здесь уже не 28 пластин здесь 10 пластин и сюжет здесь уже как раз использован ветхого завета и здесь есть это пластина пластина с изображением сюжета жертвоприношения в рамо но она исполнена совершенно совершенно в другом ключе но потому что мастер уже лоренцо гиберти он поднаторел и потом развивалась само искусство развивалась невероятным образом невероятными темпами и этому кстати брунеллески способствовал невероятным образом потому что он отправившись в рим и изучая там архитектуру со своим другом донателло как мы с вами сказали и античную скульптуру и античную архитектуру он решил стать архитектором и перед нами с вами как раз собор главного-главного главного-главного собора и без брунеллески он не мог быть покрыт представляете себе что вот этот барабан который диаметром чуть ли не 50 метров он стоял непокрытым 50 лет и уже начало разрушаться то есть церковь была построена там шли богослужения но не могло найтись мастера кто перекроет этот купол и вот брунеллески став знаменитым архитектором выполнил раньше выполнил расчеты и прислал их из находясь на тот момент время прислал их во флоренцию и не прислал им обоснования мотивируя тем что от вас есть свой гиберти вот пусть он как бы эти расчеты и проверят но гиберти во первых было некогда а может быть он и не смог их проверить мы с вами не знаем который не захотел то ли не смог но тем не менее флорентийские власти обратились к филиппу брунеллески и он построил вот этот невероятный совершенно купол санта мария дельфиора но и плюс к этому он был ученый математик и он изучал перспективу и эта перспектива она внедрялась в живопискультуру живопискультуру барельефа и так далее поэтому на тот момент времени когда лоренцо гиберти уже заканчивал свои золотые врата восточные которые мы с вами посмотрели он полностью уже использовал и приемы перспективы который развивал брунеллески в том числе когда микеланджело спустя много-много лет уже десятилетия после постройки этих ворот увидел их он остановился и сказал ну в смысле он жил во флоренции поэтому в какой момент времени мы уже не знаем он это сказал но эта фраза вошла в лету он сказал что эти ворота столь прекрасны что они могли бы быть воротами в рай и эта фраза она буквально приклеилась к этим воротам и мы их до сих пор зовем райские врата но надо сказать что у них была трудная судьба и например шестьдесят пятом году прошлого столетия было страшное наводнение во флоренции она погубила она затопила первые этажи зданий погубила много произведений искусства что касается вот этих ворот то здесь несколько пластин были оторваны представляете себе они были оторваны и унесены и не не были найдены и благодаря тому что были сделаны точные копии на этот период времени настолько точные что вот в америке как раз были произведены вот эти расчеты и все прочее и были сделаны ну очень хорошие копии поэтому вот несколько пластин они здесь выполнены в копиях но кстати мы с вами находясь во флоренции и стой перед этими воротами мы вообще видим копию потому что этот случай он очень сильно повлиял на внимание к этому произведению искусства и на то что она подвержена вот таким вот может быть внезапным катаклизмом и поэтому мы с вами любуемся на очень очень хорошую копию а что касается самих ворот то они находятся в музее и они недавно были невероятным образом отреставрированы над ними трудились несколько десятилетий выдающихся итальянских и зарубежных реставраторов и они теперь находятся национальном музее и мы можем их посмотреть вот в таком виде ну или любоваться великолепной копией которую видим на воротах боктистерия я могу вам сказать что это произведение искусств бодород будоражило умы не только до одну секундочку я вам забыла сказать о том что сам лоренцо гиберти был невероятно рад то что ему удалось сделать эти произведения искусств и конечно же даже горд и поэтому на этих воротах причем на и над них и на вторых мы можем видеть автопортрет лоренцо гиберти и вот здесь слева это первые ворота и вот это вот золотые ворота а кстати на золотых воротах там есть еще и портрет его сына который помогал ему в том чтобы работать над этим произведением искусств вот посмотрите как они сделаны как будто вместо ручек и здесь лоренцо гиберти и витарио гиберти я начала говорить о том что это произведение искусств было очень важным и и будоражило умы не только жителей города и гостей города но и просвещенных людей своего времени и потомков и вот однажды наш с вами соотечественник потомок из выдающейся семьи промышленников и меценатов демидовых увидел когда он увидел эти ворота а как и как ему как кому как не ему как металлургу было понять что это потрясающее произведение искусств на тот период времени и он попросил попросил у флорентийских властей разрешение сделать точные копии снять слепки с этих ворот и это разрешение получил и представьте себе что в конце 18 века эти слепки поступили в петербургскую академию художеств и кстати в россии они были появились раньше чем в других странах эти слепки с этих великолепных ворот ну и когда в начале 19 века строилась казанский собор то было решено основные ворота сделать по образу и подобию флорентийских и вот перед нами казана ворота казанского собора но я вам открою один маленький секрет здесь пластины перепутаны но потому что они поступили в академии художеств разрозненном виде отдельно и их уже в академии художеств собирали когда их собирали некоторые пластины поменяли местами ну так ли это для нас с вами важно наверное не очень главное то что у нас в нашей стране есть такое произведение искусства кстати копия этих ворот есть и в пушкинском музее и вот эти две пластины бронзовые лоренцо гиберти и брунеллески они находятся во флоренции национальном музее хранятся до сих пор и в пушкинском музее есть копии этих работ а я вам хочу показать несколько работ произведение уже живописи на эту тему и чтобы вы посмотрели как другие художники другие авторы эту тему изображали и насколько по-разному они к этой теме подходили и то же самое то даже сама фигура исаака очень по разному выполнено где-то он воплощение страха и мы с вами теперь уже знаем какого рода этот страх где-то он воплощение героизма как у мы видели у лоренцо гиберти и рука авраама она находится в разном положении где-то он только ее держит просто берет нож где-то он замахивается где-то он уже уточняет ее для удара и мы можем будут любоваться этими работами и рассматривать поэтому посмотрев вот их сейчас вы уже профессионально буквально будете эти работы анализировать вот посмотрите тициан насколько и интересный подход невероятно мы как будто бы мы как будто бы с вами стоим практически там где он оставил слуг то есть сам сам внизу и видим авраама на возвышении как он развернул к нам исаака как будто бы исаак нам спиной не просто так а потому что чтобы показать драматичность момента что он здесь сок бенной позе совершенно преисполнены своего своей покорности родителю с одной стороны господу богу с другой стороны ну и как здесь природа изображена вот это небо зловеще как здесь нет буквально нагнетается эмоциональная характеристика сюжета как здесь выполнено ну такой такой подход тициана а вот посмотрите работа караваджи чем у нас караваджи славен тем что он исполнял работы так как будто мы с вами присутствуем прям рядом и видим что это происходит на самом деле никакой схематичности никакой отсылки а вот просто реальные персонажи кстати чаще всего караваджи свои персонажи одевал в одежду современников все это делалось для того чтобы современникам было понятнее изображаемые сюжеты ну и в принципе караваджи считал что нужно нужно изображать и именно реальные реальные вот то чтобы то что мы видим и писать с натурой и так далее вот здесь какой ангел да по показывает пальцем да вот же вот же ягненок ну что ты посмотри внимательнее то сейчас покажу вам одну очень интересную работу мне она бесконечно нравится и мы с вами счастливые люди потому что эту работу можем наблюдать вживую она находится в эрмитаже находится на территории россии это очень здорово кстати в эрмитаже находится самая большая коллекция рембранта ну вы может быть знаете просто напомню самая большая коллекция рембранта который находится за пределами его родины и вот в зале рембранта и эта работа тоже так что вы следующий раз когда будете обратите на нее особое внимание как там великолепно находится в каком великолепном позиции находится сам еще раз и и вывела извините сейчас на другую переключусь сама а сам исаак как он закинут как у него шея изогнута якоб йорданс это уже последователь рубинса и здесь у нас буйство красок ну все как и положено в мастерской рубинса такая это уже экспрессия барокко очень очень красивая работа мне мне она прям ну я конечно же вам показываю те работы которые мне самой в первую очередь очень сильно нравится вот посмотрите антон лосенко настолько прям здорово и знаете вот эта работа она мне больше нравится тем что ну помимо эмоций которые мы здесь видим это безвольная фигура исаак и как он с завязанными глазами даже ну все прям подчеркивает подчеркивает но на фигуру авраама посмотрите буквально он в одежде вот именно как мне кажется что он в очень правильной одежде изображен вот с исторической точки зрения мне кажется это потрясающе совершенно и на как реально вот ангел его руку держит очень очень интересно и покажу вам еще одну работу она уже носит архитектурный характер то есть она является декором это библейский фуриз храмов царева это уже такая скульптурный барельеф и вот если бы опять же мы с вами не знали доподлинно что есть происходит мы тоже не поняли какой-то человек спокойно совершенно сидит на поленнице из дров выложены таким себе кубиком правда и рядом стоит второй человек зачем этому второму человеку нож абсолютно непонятно что здесь рядом ангел делает вот такая такой сюжет но мы с вами теперь уже абсолютно точно знаем что здесь происходит друзья ну вот наверное я вам рассказала об этом сюжете то что мне хотелось и поэтому я теперь включу комментарии может быть вы напишите какие-то вопросы а если они у вас возникнут потом как мы с вами ранее договаривались вы можете написать их в комментариях к этому эфиру ну а я буду ждать что вы в комментариях к этому эфиру напишите какая из конкурсных работ вам понравилась больше кто же все-таки вам оказался ближе лоренцо гиберти со своей лаконичностью или филиппа брунеллески со своей бурей эмоций и кстати коль скоро у меня есть еще буквально пара минут я вам могу сказать что у лоренцо гиберти было еще одно преимущество перед брунеллески и она носит технический характер брунеллески сделал свою работу таким образом что у него была бронзовая пластина на которую он прикреплял наплавлял отдельно сделанные фигуры причем некоторые фигуры были сделаны посредством литья а некоторые посредством ковки то есть он применял очень сложную технику у у ли у лоренцо гиберти у него это полностью литье и вот выполнить литью вот с такой ювелирной точностью это конечно непревзойденное мастерство спасибо вам друзья за сердечки и за ваши теплые слова мне очень приятно и и и это повлияло на вес работы представляете что работа лоренцо гиберти она была на 7 килограмм легче в итоге чем работа брунеллески но а бронза это был очень дорогой материал и в наши дни ну а в то время это было очень очень дорогостоящий дорогостоящая вещь поэтому тоже конечно же имела значение друзья спасибо вам огромное я буду очень ждать ваших комментариев с нетерпением и хочу еще сделать вам одно маленькое объявление что плюсом к тем что бронеллески больше нравится правда здорово здорово знаете но я про себя скажу мне обе работы очень нравится мне очень трудно определиться потому что я с одной стороны человек очень эмоциональный как вы наверно уже меня знаете с другой стороны как человек изучающие искусство мне композиция важна поэтому вот они мне вам и нравятся но по-разному друзья у меня маленькое объявление плюсом к тем подарком которые уже были объявлены я хочу добавить свою лекцию лекцию о илье эфимовичи репине она поверьте такая полномасштабная двухчасовая мне хотелось бы тоже включить ее в подарок в этот марафон ну а победителями будут те кто будет наиболее активен как в моем аккаунте так и в аккаунте марафона вот спасибо вам большое за внимание я вам желаю чудесного дня эфир сохраняю и до новых встреч всем пока пока всего самого наилучшего